Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы с вами поговорим о разнице в графике между Xbox One и Xbox Series. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал и ловите промокодик на Алиэкспресс, который на первую покупку даст вам скидку в 250 рублей от суммы заказа в 500 рублей. Рекомендую, к примеру, купить держатель для телефона, а то в будущем он вам может пригодиться. Если что, ссылку на промокод я оставлю в описании. Также хочу отметить, что после просмотра видеоролика, скорее всего, кто-то может расслабиться и сидеть на старом поколении, а кто-то, может быть, подумает о покупке нового. В общем, давайте начнем. Начнем с того, что очень много кто задается вопросом, а будет ли видна разница в графике между поколениями? Ответ на него довольно относительный, поскольку та самая разница может для кого-то не быть существенной, но несмотря на это она все-таки будет. Многие, задаваясь этим вопросом, иногда путают качество графики с разрешением и количеством кадров. Если что, это разные вещи, но отличия будут и там и там. Наглядный пример в игре Gears 5. Как вы можете заметить, на новом поколении игра выглядит явно инновационнее за счет отражения от поверхности и игры света. Кстати, напишите в комментариях, важна ли вам такая разница или нет. Дело в том, что в новом поколении будут кроссген игры, которые на новых консолях будут получать дополнительные улучшения. Такие игры будут помечаться значком оптимизированный под Xbox Series X и Xbox Series S. Как вы можете догадаться, Gears 5 одна из них. Помимо этого, в играх будет большее количество кадров, а также разрешение. Ну, по крайней мере в младшей версии, ведь по сравнению с One S, Series S может выдать 2К. Плюс в новых консолях, в некоторых играх, не могу уверять, что во всех, будут разные режимы производительности. Где-то будет лучше графика, где-то стабильнее количество кадров, а где-то максимальное количество кадров, но меньше разрешения. Но, как по мне, то самое явное отличие мы как раз-таки получим за счет трассировки лучей. Ибо это действительно заметное улучшение картинки. И как бы недаром эту технологию пытаются добавить в старую игру и сделать с этого переиздание. И если что, тот же Devil May Cry 5 будет этим пользоваться. Вот, кстати, насчет этого. Могли бы уж и просто бесплатное обновление выкатить на новом поколении со всеми плюшками. Но все-таки пожадничали, перекрыв это все словом переиздание. Что касаемо новых игр, которые будут выходить с 10 ноября и туда, и туда. Там будет практически та же самая разница. Где-то будет трассировка лучей, а где-то просто режимы производительности. Смотря на Dirt 5, сложно сказать, что будет ощутимая разница. Но у меня такое подозрение, что для восьмого поколения новые игры будут слегка урезаться в графоне, меньше объектов, более мыльная картинка. И это не потому, что железо старых консолей не тянет. А потому, что это нормальная практика в бизнесе, в котором ты хочешь пересадить пользователей со старого поколения на новое. Это знаете, как в старых айфонах урезают за счет обновлений и производительность, чтобы многие стали задумываться о новых версиях. Опять же, разница будет не такая значительная, поскольку игра будет одна и та же. То есть не будет той разницы, которая была во времена PlayStation 2 и PlayStation 3. Ну согласитесь, тут как бы небо и земля. Раньше хоть и была практика кроссгены игр, но она была совершенно в другом ключе. И разница была действительно налицо. Поскольку раньше делали просто две разные версии игры. Я лично сам через это прошел и просто офигевал от того, насколько седьмое поколение отличается от шестого. Это знаете, наверное, то же самое, как запустить Человека-паука 2 на ПК и на PlayStation 2. Кто знает, тот поймет. Но та разница, о которой мы говорим, для многих может все равно быть весомой. Поскольку много тех, кому графика и производительность очень важна. О чем речь, если многие сменили Xbox One Fat ES на Xbox One X в пользу 4К разрешения. Я же в этом вопросе, наверное, больше 50 на 50. И мое предпочтение зависит от той или иной игры. Поскольку в одиночных сюжетных играх, как по мне, лучше получить максимальное качество графики. А вот в мультиплеере лучше получать как раз-таки производительность в виде большого количества кадров. Кстати о них. Некоторые новые игры на новых консолях все еще будут идти в 30 кадров. Одна из таких игр станет Wage Dogs Legion. Да-да, несмотря на то, что новые консоли сверхмощные, от оптимизации никуда не денешься. Но зато будет арсировка лучей, которая придаст игре хоть каплю на эксгена. Насчет обратной совместимости. В них любители производительности ждут радости в виде 60 FPS в некоторых играх, а именно в тех, где не будет стоять блока на 30. Будет присутствовать автоматический HDR, с помощью которого картинка будет насыщеннее. Ну а также в целом картинка будет смотреться качественнее. Насчет HDR. Честно, я до сих пор не могу понять, почему ее восхваляет до небес, поскольку она дает мало разницы. И будто вам просто на телеке цветовую гамму по-другому настроили. Опять же, это лично мое мнение, если вдруг кто-то из вас понимает смысл HDR, а также понимает, за что ее так все хвалят, напишите об этом в комментариях, интересно почитать. Опять же, все эти сравнения пока были сделаны не на личном опыте, а со слов журналистов и тех, кто это опробовал. Поэтому, дабы убедиться во всех этих отличиях и действительно увидеть разницу, нужно лишь дождаться выхода и провести прямое сравнение. Если вам это интересно, то не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить. Я обязательно все сравню и расскажу о своих ощущениях. Если смотреть на все эти отличия объективно, то разница пока не будет такой прорывной. Но в будущем, когда компании скинутся счетов старые консоли и будут делать только под NextGen, используя новый движок, все новые технологии, тогда все может поменяться. Те же электроники даже тормознули в этом году, чтобы в следующем нас точно удивить. Опять же, это не гарантировано, но все же. Многие за счет этого, некоторое время будут сидеть на старом поколении, поскольку они не гонятся за отражениями, а также за большей производительностью. Если у вас стоит вопрос, а нужно ли срочно менять свой старый Xbox на новый, то думайте сами. Кому-то важны данные отличия, а кому-то и нет. Просто если разница была бы в новых играх такая же, как в шестом и седьмом поколении, я был бы другого мнения. Но когда разница не такая весомая, можно сидеть и на старом. Мне в новых консолях всегда было важно именно наличие новых игр, которых нет на старых. И если вы не гонитесь за тем, чтобы поиграть в тот же медиум, то вы можете сидеть на старом поколении и дальше, пока не выйдет та игра, которая будет только на новом поколении и которая вас зацепит. Опять же, это дело выбора. Я лично думаю, что первым толчком для многих будет являться как раз-таки Stalker 2, поскольку именно эта игра многих привлекает и выйдет только на новые поколения консолей. В СМГ у нее очень много фанатов, и если что, эта игра будет временным консольным эксклюзивом Xbox, а также войдет в подписку Xbox Game Pass в дату релиза. Но это так, вдруг кто-то забыл. Для меня, наверное, самым жестким толчком могло бы стать продолжение серии Gears. Или же какая-нибудь совершенно новая франшиза, которая была бы мне симпатична. Я же новую консоль беру, наверное, чисто из интереса разницы вживую и из-за вклада на будущее. Также, наверное, просто потому что хочется. Да, игр новых немного, много из них выйдут и на старое поколение, ну вот просто хочется. Я понимаю, что данная покупка, возможно, не такая рациональная, как могла бы быть, если, конечно, на новых консолях были бы сразу экзы. Но тут дело времени. Купить сейчас или потом, опять же, выбор каждого. Но компании в любом случае с каждым разом будут манить нас на новые поколения. Если же при этом поднимать вопрос о первых ревизиях, о поломках и так далее, то по поводу этого я запишу отдельный ролик. И, кстати, если кто-то вдруг сомневается в том, что, к примеру, между Xbox One X и между Xbox Series S не будет разницы, то я хочу сказать, что она будет такой же, как я вам показывал на примере Gears 5. Ибо тут дело именно в технологиях, которые, напомню, будут и на Series S, и на Xbox Series X. Вот такой вот видос. Если он вам понравился, то с вас лайк, подписка на канал, а также не забывай писать свое мнение в комментариях. Не забывай нажимать на колокольчик и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok